Вице-президент США прибыл с визитом в ЕС. Он заверил европейских коллег, что новая президентская администрация в Белом доме нацелена на дальнейшее сотрудничество. Уже седьмой год в Греции продолжается экономический кризис. Местные жители становятся все беднее, а очереди в бесплатные пункты раздачи еды все длиннее. На Гаити с размахом проходят карнавальные шествия. Праздничное настроение людей поддерживает то, что города восстанавливаются после стихийных бедствий и в стране стабилизируется политическая обстановка. У кенийских школьников появилась редкая возможность прикоснуться к тайнам космоса. В учебные учреждения привозят телескоп, чтобы каждый мог рассмотреть звезды и заинтересоваться астрономией. Вице-президент США Майк Пенс заверил Европейский Союз в том, что администрация Дона для Трампа будет сохранять и развивать дружеские отношения с Европой в вопросах торговли и безопасности. Своё заявление он сделал в ходе официального визита в Бельгию. «Сегодня я имею честь от имени президента Трампа выразить всецелую приверженность США продолжительному сотрудничеству. Какими бы ни были наши различия, два континента делят одно наследие и одни ценности. Одну цель – продвигать мир и благополучие благодаря свободе, демократии и верховенству закона». Председатель Европейского совета Дональд Туск отметил, что Пенс утвердительно ответил на его вопросы по трём ключевым пунктам. Важность порядка в мире на основании международных законов, безопасность с НАТО и идея Объединённой Европы. «В этот раз было озвучено слишком много новых и иногда неожиданных мнений о наших отношениях и о нашей общей безопасности. И нельзя сказать, что всё осталось как прежде. Я благодарю вас за то, что вы, вице-президент, были так открыты и откровенны со мной». Майк Пенс сказал чиновникам и журналистам, что он надеется на дальнейшее сотрудничество США и ЕС в борьбе с терроризмом. Он также отметил, что Трамп верит в то, что могут быть найдены точки соприкосновения с Москвой. Около семи лет в Греции внедряют меры экономии. За это время рецессия переросла в полномасштабный кризис, а тысячи греков ещё больше погрузились в нищету. Это муниципальный центр взаимопомощи в Афинах. Здесь по талонам можно получить продукты или одежду. «Потребности людей огромные. Это постоянная, ежедневная борьба за выживание». Здесь зарегистрировано 11 тысяч семей или 26 тысяч человек. В 2012-м было только 2500. Многие полки, где должна лежать провизия и одежда, пусты. Компании бизнесменов, которые оказывали помощь, сами оказываются в трудном финансовом положении. «Бывают дни, когда мы не можем дожидать молока семьям с маленькими детьми». Многие греки жалуются, что зарплаты или пенсии еле хватает на оплату счетов и покупку еды. «Я еле свожу концы с концами. И это при полной экономии». Согласно исследованиям, в прошлом году более 75% домохозяйств потеряли значительную часть дохода. Треть семей включала по меньшей мере одного безработного, и около 40% были вынуждены сократить расходы на питание. Греческий омбудсмен говорит, что всё больше греков из низшего и среднего слоёв общества с трудом оплачивают коммунальные счета. Кроме того, в Афинах всё больше людей начинают посещать бесплатные столовые для бедных, а в домах и квартирах люди отключают отопление, чтобы меньше платить. Одна из таких столовых в столице каждый день раздаёт 400 порций еды. Ева – безработный волонтёр. Она сама питается в этом центре. Говорит, что семья, включая её взрослых, дочь и сына, живёт на пенсию её мужа. «Мы просто призебаем в нашем доме. Мы просто влачим жалкое существование. Так живёт большинство греков». Доказательства этому всё больше бездомных на улицах. Ещё одно свидетельство кризиса – мобильные прачечные. Автомобили оснащены стиральными машинами. Активисты говорят, что раньше к ним подходили только люди, живущие на улицах. Теперь желающих бесплатно постирать одежду всё больше. Исследования Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка показывают, что в прошлом году около 92% греков говорили, что пострадали в результате кризиса. Только один из десяти граждан был доволен своим финансовым положением. В Лондоне прошёл протест в поддержку мигрантов из ЕС, которые могут пострадать после Брексита. Перед зданием парламента Великобритании собрались несколько сотен человек. По их мнению, мигранты вносят ощутимый вклад в развитие британской экономики. Однако после выхода из ЕС миграционная политика Соединённого Королевства может измениться. «Это коснётся многих – не только британцев, которые выехали за границу, но и граждан ЕС в Великобритании. Мы говорим о пяти миллионах британцев за рубежом и граждан Евросоюза в Великобритании. Речь также об их семьях и детях». Многие мигранты приехали в Великобританию из других стран ЕС десятки лет назад. Здесь у них работа, дом и семья. Если правительство изменит миграционное законодательство, им, возможно, придётся выехать из страны либо просить предоставить британское гражданство. При этом сами мигранты не могли участвовать в референдуме по вопросу Брексита и выразить своё мнение. В понедельник Верхняя палата Британского парламента начала обсуждать законопроект о процедуре выхода Соединённого Королевства из Евросоюза. Нижняя палата утвердила его 9 февраля. Члены Верхней палаты могут внести в документ поправки, в том числе те, которые бы предоставили гарантии гражданам ЕС, проживающим в Великобритании. Документ даст право премьер-министру Терезе Мэй официально запустить процесс Брексита, применив статью 50 Лиссабонского договора о ЕС. Ранее она обещала начать процедуру до конца марта. Итоговое обсуждение документа запланировано на 7 марта. После этого должно состояться голосование. Минутой молчания в понедельник почтили память постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина на заседании рабочей группы Генассамблеи. Он скоропостижно скончался в Нью-Йорке ранее в тот же день. «Я хотела бы выразить от имени всех нас глубокие соболезнования стране, правительству России, российской делегации здесь в ООН и более всего жене и двум детям посла Виталия Чуркина. Для всех нас он был дорогим коллегой, дипломатом глубоко преданным своей стране и одним из лучших людей, которых мы знали. Мы хотели бы почтить его память минутой молчания в память о его службе. Прошу всех встать». Как сообщается, утром Виталию Чуркину внезапно стало плохо на рабочем месте. Его отвезли в больницу, где он умер. Точная причина смерти не называется, однако, по неофициальным данным, это был сердечный приступ. На дипломатической службе России Виталий Чуркин провёл более 40 лет. Постоянным представителем при ООН являлся с 2006 года. Свои соболезнования в связи с его кончиной выразили также генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерико Магерини и бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр. Виталия Чуркина помнят как блистательного дипломата и доброго человека. Он не дожил всего день до своего дня рождения. 21 февраля ему исполнилось бы 65 лет. В карнавальные празднества погрузился город Джакмель на южном побережье Гаити. Яркий костюмы и причудливые маски заполонили улицы. В октябре прошлого года здесь пронёсся ураган Мэтью, вызвав сильные разрушения. Теперь о стихийном бедствии мало что напоминает. В город возвращаются туристы. «Мы с нетерпением ждали этого. Много участников, туристов, повсюду радостные эмоции. Карнавал будет успешным». «Карнавал в Джакмеле – главный в стране. Празднества проходят повсюду, но здесь он доминирует». Семь лет назад остров Гаити также пострадал от разрушительного землетрясения. Республика продолжает восстанавливаться после стихийных бедствий и старается наладить политическую обстановку. В начале февраля в стране выбрали нового главу государства. Им стал гаитянский бизнесмен и политик Жовенель Маис. До этого в течение года республикой управлял временно исполняющие обязанности президента. «Нынешний карнавал грандиозный. Он намного лучше, чем прошлогодний. Тогда были политические проблемы. В этом году карнавал более впечатляющий». Карнавальные празднества на Гаити устраивают с начала 19 века. Даже после сильного землетрясения в 2010 году фестивали в стране не отменили. Жители северо-востока Бразилии страдают от засухи, сильнейшей за последние 30 лет. Реки и водоёмы пересыхают. В некоторых штатах запасы воды почти иссякли. Пастуха Лену Кампус Феррейра каждый день ходит за водой для своих коз и овец к ещё не пересохшему водоёму. Кроме того, он тратит одну десятую часть пенсии на покупку бутилированной воды. «Это вода для животных, для того, чтобы помыться, помыть посуду и постирать одежду. Я делаю всё сам, потому что живу один. Воду для питья, приготовления пищи и кофе я покупаю, потому что местная вода непригодна». А эти супруги ездят за водой в соседний город Каремас. Они также держат скот, но из-за засухи потеряли уже много голов. «Раньше в реке всегда была вода, а теперь уже пять лет как её нет». Здесь также раньше протекала река. Теперь бывшие рыбаки используют её русло под сельскохозяйственные нужды. «Рыбы здесь больше нет. Ей не выжить, если водоём не пополняется. Мы боимся, что при такой ситуации не останется воды, пригодной для питья». По мнению метеорологов, засуха на северо-востоке Бразилии вызвана изменением климата. За последние годы осадки выпадают реже, а средняя температура воздуха повышается. Власти Бразилии пообещали решить проблему, перенаправив часть русла реки Сан-Франциско в засушливые регионы. Проект был запущен ещё в 2005 году. Однако его завершение задерживается из-за недостатка финансирования и политических неурядиц. Британский дизайнер Эли Стэмперли подарила любителям моды путешествия в волшебный сказочный мир. Её коллекция «Осень-зима» 2017 года – это сочетание роскоши и ярких узоров и цветов. «Я продаю очень красивую одежду. Она вдохновляет, заставляет мечтать. Когда вокруг так мрачно, как сегодня, я хочу создавать разнообразие. Разнообразие и индивидуальность». Показ бренда «Темперли Лондон» прошёл в рамках недели моды в Лондоне. Блузы Элис с пышными рукавами и высоким воротом, подвязанным чёрным бантом. Почти каждый наряд – с красочными принтами и богатой вышивкой. «Думаю, Элис очень умна. Она точно знает и понимает своих женщин, стиль их жизни. Она создаёт одежду, которую очень хочет надеть каждая девушка, пришедшая на показ». Вечерние наряды мерцают и переливаются. Юбки-миди с высокой талией и акцентом в виде тонкого пояса. Ещё один примечательный элемент – свитера с большим воротом. «Мне нравится Темперли. Я люблю её образы. По-английски эксцентричные, свободные. Стиль путешественника с широкими взглядами». Элис Темперли – выпускница Королевского колледжа искусств. Известна своей тонкой работой с шёлком, кружевом и вышивкой. Она также член Ордена Британской империи за заслуги в модной индустрии. Чем жила Россия на протяжении года? Конкурс фоторабот «Бест оф Раша» представляет самые ценные моменты, запечатлённые на территории страны в 2016-м. «Фотографии, сделанные неравнодушными к людям вокруг. И вот это неравнодушие – оно самое ценное, потому что часто забитые проблемы ежедневно. Мы теряем чувствительность. Мы теряем чувствительность к прекрасному, мы теряем чувствительность к боли. Когда она сохраняется и она аккумулируется. Эти фотографии – это не механика, это не поставил камеру. Это камера гугла, которая ездит и крутится». Из 25 тысяч присланных работ в финал отобрали около 400. Один из лауреатов – молодой отец Александр Федосов, по профессии инженер-конструктор. Этот снимок мужчина сделал во время семейного отдыха в Кабардино-Балкарии этим летом. На снимке – кавказский тур на фоне горы Дыхтау, второй по высоте в России после Эльбруса. Нужного кадра ждал около часа. Незадолго до этого в горах прошли дожди, сошли и сели. «Подумал, что было бы очень интересно, если сфотографировать тура на Маринном гребне, чтобы вот здесь были облака, а дальше как будто из ничего вылезала гора. И ловить это пришлось долго, потому что то облака были не той формы, как мне хотелось бы, то сам тур стоит как-то неправильно. Потом встал правильно, но однорогий». А это работа краснодарского студента последнего курса факультета фотографии Дмитрия Александрова. Свои творения на конкурс «Бест оф Раша» юноша присылает не первый год. Но именно сейчас ему улыбнулась удача. На снимке дядя Миша, известный во всем Краснодаре, то, что кажется студийной фотографией, сделано на улице на фоне стены. «Его можно за день несколько раз увидеть, он не сидит на месте. Мне вдохновила его история. Человек с 70-х годов живет на улице, и он не сломлен. Конкретно в этот момент он завершил рассказ о том, как он потерял своих близких и свою семью. И после этих слов был сделан этот кадр». Выставка проходит на винзаводе до конца марта. Он заступает на службу ещё до рассвета. 80-летний Питер Андерсон – спасатель на пляже города Голд Кост, одном из самых оживлённых на восточном побережье Австралии. Несмотря на раннее утро, работа не заставила себя ждать. «Мы увидели его голову в 150 метрах от берега, прямо посреди участка с сильным течением. Он был в опасности». Спасённым оказался молодой человек по имени Лиам. Питер годится ему в дедушке. «Да, я уже начал немного переживать. Когда я увидел, что эти ребята приближаются ко мне, подумал, что, наверное, попал в опасную ситуацию. Если честно, я даже не заметил». «Хороший результат для ситуации, которая могла закончиться трагедией». Андерсон работает в качестве волонтёра и занимается этим уже 20 лет. Каждое утро он со своим напарником патрулирует участок в 16 километров. В 8 часов на службу заступают профессиональные спасатели. Коллега называет Питера своим вдохновением. «Иногда я смотрю на него, и потом вдруг приходит мысль. Погоди-ка, этому парню 80 лет. А он каждое утро приходит сюда. Всё ещё ездит на гидроцикле, проплывает километр, а потом идёт в тренажёрный зал». А дома Питер вдохновляет свою жену Персис. Пара жената – 33 года. «Он не чувствует себя на 80 лет, не выглядит на 80 и не ведёт себя как 80-летний». «Мне исполнилось 80, но по ощущениям ничего не изменилось с тех пор, как мне было 40. Возможно, я стал немного медлительнее. Но я отношусь к каждому новому дню, как раньше. Это просто цифра». Питер также добавляет, что планирует продолжать работать спасателем до тех пор, пока будет успешно сдавать тесты на профессиональную подготовку. Рядом с одной из кенийских школ специалисты собирают передвижной телескоп – самый большой в этой восточно-африканской стране. Последние несколько лет он путешествует по разным учебным учреждениям. Цель проекта – позволить школьникам прикоснуться к тайнам Вселенной. Через Кению проходит экватор, что делает небосвод почти идеальным для наблюдений за звёздами. Однако астрономии в обычной школьной программе нет. «Мы в основном нацелены на школы. Мы хотим, чтобы как можно больше детей начали ценить эту науку. Им не обязательно становиться астрономами. Главное, чтобы они ценили эту науку». Заходит Солнце и начинается внеклассный урок. Дети один за другим подходят к телескопу и смотрят на звёзды и планеты. Для них это первый раз в жизни. Впечатлений много. «Вот там находится Венера и чуть выше Марс. Там много света и лучей от Солнца. И когда смотришь в телескоп, можно хорошо рассмотреть Луну, всю её поверхность, кратеры». В интернете можно найти много информации о том, что происходит в космосе. Однако авторы проекта считают, что фотографии и даже видео несравнимы с наблюдением через телескоп. «На самом деле есть что-то очень впечатляющее в том, чтобы видеть все эти вещи. Вы видите фотоны, излучаемые звёздами, планетами или другими небесными телами. Они проходят через телескоп и предстают перед глазами. Вы знаете, что смотрите ни на экран, ни в книгу, а можете видеть всё это собственными глазами. И это здорово». На следующий день урок продолжается. В здании школы устанавливают специальную палатку. «Когда я вошла туда, увидела планеты Меркурий. Мы определили, где Луна. И потом нам показали небольшой фильм. Мне даже захотелось изменить свой выбор профессии. Захотелось заняться астрономией, потому что это очень интересно». Кроме того, школьникам выдают гарнитуры виртуальной реальности. С их помощью они также могут обогатить свои знания и впечатления.